Внимательнее на перекрёстках! В Благовещенске 42 самых аварийных участка оборудовали современными комплексами видеофиксации нарушений. Чтобы не портили детство, в областном центре арестовали 9 тысяч контрафактных игрушек. Лабораторные испытания они не выдержали. Разгуляя на кухне, по случаю 4-го дня Масленицы, повар 3-го разряда, он же видеооператор телекомпании «Город» накормил коллег блинами с припёком. Об этом и не только в материалах наших корреспондентов в эфире программа «Город». Здравствуйте! Момент вчерашнего ДТП на пересечении Амурской-Партизанской попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Определить виновника аварии, в которой пострадали 4 человека, полицейским не составит труда. А в самое ближайшее время фиксировать нарушения и ДТП на наиболее аварийных участках города будут не только случайные камеры, но и современные комплексы видеофиксации. Их закупили на средства областного бюджета и уже почти установили. За процессом наблюдала наша съемочная группа. С высоты 6 метров над землей открывается отличный вид. Именно отсюда за нарушителями ПДД будет следить комплекс видеофиксации. Район спецфабрики – потенциально опасный участок. Рядом школа и пешеходный переход. Но водители часто нарушают ПДД. Теперь скрыться не получится. Две камеры будут фиксировать превышение скорости, причем госномер определяют, даже если авто разгонится до 300 км в час. Еще две камеры увидят, если рулевой не пропустит пешехода. Дальность охвата – до 70 метров. Есть три вида комплекса у нас. Первый вид – это который у нас фиксирует только скоростной режим. Второй вид комплексов у нас фиксирует непропуск пешеходного перехода, скоростной режим. И третий вид комплексов устанавливается на перекрестках. Он у нас фиксирует проезд стоп-линии, непропуск пешехода и скоростной режим. Эти три вида нарушений ПДД на дорогах областного центра – самые распространенные. С начала года из-за нерадивых водителей под колеса угодили 13 благовещенцев. Данные комплексы будут позволять более дисциплинированно относиться водителям к соблюдению правил дорожного движения, и, соответственно, снижать аварийность на тех участках, которые сегодня признаны наиболее аварийными в городе. На сегодняшний день 42 точки, где будут установлены камеры, будут дополнительно еще 5 установлены. То есть 47 комплексов будет установлено в городе Благовещенске. Данные напрямую будут передаваться в ГИБДД, где составят протокол об административном нарушении. Цели оштрафовать как можно больше водителей у властей нет. Эта мера направлена исключительно на сокращение числа ДТП. Мы не ради сбора штрафов поставили эти комплексы. Соблюдайте правила дорожного движения, ни за что не переживайте. Мы на сегодняшний день видим значительное увеличение аварийности за 2 месяца на территории области. Нас это очень беспокоит. Понимаем, что основные мероприятия, которым мы сможем повлиять на это, это только комплексы фото-видеофиксации. Они зарекомендовались на территории мира уже положительно. Места, где установили комплексы, обозначены специальными табличками для удобства водителей. Несмотря на то, что по вступившим в силу правилам соответствующие знаки теперь ставить под каждой камерой не нужно. Можно обойтись только одним знаком, установленным на въезде в населенный пункт. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Для сокращения числа ДТП в этом году на нерегулируемом перекрестке улиц Загородной и Амурской установят сферические зеркала. Водители смогут лучше видеть транспортный поток. Об этом рассказал мэр Олег Амамиев. В администрации подготовили ответы на вопросы, поступившие во время последнего прямого эфира градоначальника. В мэрии сообщили, что проезжую часть улицы Кузнечная между Октябрьской и Северной откроют в июле этого года после замены аварийного участка коллектора и восстановления дорожной одежды. Провал в этом месте, напомним, образовался в прошлом году из-за проливных дождей и высоких грунтовых вод. Когда власти благоустроят берега Владимировских озер? Это еще один вопрос от населения. Мэр ответил, официальных мест для купания в областном центре нет, но определены места отдыха у воды. В их число входит и Первое Владимировское озеро. В этом году там установят мусорные контейнеры, раздевалки и будут поддерживать чистоту. Большинство вопросов, поступивших мэру во время прямого эфира, касалось ремонта дорог и дворовых территорий. Все ответы можно найти на сайте администрации. Благовещенцев просят принять участие в рейтинговом голосовании. Из шести конкретных территорий им нужно выбрать одну, которую и благоустроят в следующем году. Предложения горожан начнут принимать с 26 апреля. А наша съемочная группа их уже выслушала, поговорив с прохожими в центре города. Во всем случае, хотелось бы на хлопке увидеть, потому что там настолько заброшенный район. Поэтому вот хотелось, чтобы там хотя бы детские площадки бы обустроили, парк для пожилых людей. Ну, друзья, в Благовещенске нуждаются в ремонте. А что вы хотели бы там видеть? Ну, можно выложить плитку. Все, красиво было. В принципе, там зелено. Ну, может быть, что-то можно добавить, чтобы глаз радовало. Вот над этим надо подумать. Вообще, как бы, да, и на бабочке, на этой хороший фонтанчик. Единственное, что птицы, очень много их, они, с одной стороны, нас радуют, а с другой стороны, и не особо. Меня интересует территория УКЦ, набережной, там, где я гуляю с ребенком. Сквер-прием, что вы хотели бы там видеть? Наверное, площадки для детей, более такие игровые, чтобы дети могли приходить, играть там. Архиерейская дача. И берег реки Зеи, там, где гаражи куча стоят, вот там, там действительно некрасиво очень. В районе улицы Калинина, Натая, основная улица города, одна из основных улиц, там, да, тоже нужно. А что вы там хотели бы видеть? Ой, я даже не знаю. Хочется, чтобы город был красивый, неважно что, но чтобы было красиво. В Благовещенске арестовали 9 тысяч игрушек. Во время проверки одной из баз предприниматели не смогли предоставить документы на товар. После этого сотрудники Амурского управления Роспотребнадзора изъяли игрушки из оборота. Товар без маркировки и документов, подтверждающий безопасность, продавали два предпринимателя, рассказали в ведомстве. И уточнили, игрушки, ко всему прочему, не соответствовали требованиям безопасности по результатам лабораторных исследований. 171 кукла имела товарный знак «Лол Сюрпрайз», который, по информации правообладателя, использовался незаконно. По факту нарушения возбуждены административные дела. На игрушки общей стоимостью почти полмиллиона рублей наложен арест. Помочь подростку преодолеть переходный возраст без потерь и эффективно управлять собственным гневом. Благовещенских родителей научит московский психолог. Директор антикризисного психологического центра Ирина Смолерчук выступает с семинарами не только в России, но и в США, Израиле и других странах. В столице Преамурья впервые побывала два года назад. Тогда Ирина попала на концерт хореографического ансамбля «Ровесники», который ее очень впечатлил. Психолог сделала вывод, что воспитание хореографии дает ребенку возможность лучше понимать себя через язык танца и пластики. Технология воспитания Вячеслава Белоглазова, который не был психологом, зато был талантливым педагогом, близка к психоаналитику. Не заставлять детей учиться и трудиться, а побуждать. Вот чем должны заниматься взрослые, особенно при взаимодействии с подростками. В большом дружном творческом коллективе это на порядок проще. И вот в этом месте как раз у них этот наставнический период, когда уже сам подросток, который хочет сочкануть иногда, он устал, он вымотан, у него гормоны, у него весна, любовь. Но в это время на него смотрит малыш вот этот маленький, смотрит с вопросом, а как, а покажи, а поддержи. И мне кажется, это очень здорово мотивирует подростков взрослеть. В областном центре Ирина Смоличук проведет два семинара для родителей и педагогов и индивидуальные консультации. 6% амурских школьников не будут сдавать ЕГЭ в этом году. Вместо этого напишут контрольные. Рокировку испытаний проведут только для тех, кто не планирует поступать в ВУЗы. Остальные уже написали заявление о выборе предметов. Традиционно лидирует общество знания, профильная математика. Далее в порядке убывания физика, биология и история. 14% ребят выбрали информатику. Их не остановили даже новые требования к предмету. Часть заданий на ЕГЭ будут практическими. Специалисты уже озаботились технической стороной. Мониторинг показал, что в амурских школах не хватает 232 компьютеров. Минобор уже подал заявку на дополнительное финансирование. Еще одно нововведение коснулось отличников. Чтобы получить аттестат с красной корочкой, 11-классникам необходимо набрать по русскому языку не менее 70 баллов. И не ниже минимума по остальным предметам. Разгуляй четверток отмечают сегодня соблюдающие традиции сырной седмицы. Это самый разгульный день широкой масленицы. Герой нашего следующего сюжета не сторонник массовых гуляний, зато на собственной кухне дает себе максимальную свободу. По случаю праздника освоил новый рецепт. Творчество повара третьего разряда и по совместительству видеооператора телекомпании «Город» Дмитрия Козлова уже в эфире. Берем яйца, разбиваем их друг об дружку. Второе яйцо, где почему-то не разбилось. Ничего страшного, разобьем его об миску. Рассекает яйца ножом, бьет их о столешницу или друг о друга. Дмитрий Козлов на кухне постоянно экспериментирует. Даже тесто на классические блины на молоке замешивает не как все. Два яйца, три ложки сахара и пол чайной ложки соли. Смешивает не в пустой миске. Кладет ингредиенты в муку, предварительно сделав в ней ямку. Все перемешивает и на глаз добавляет молоко в комнатной температуре. Тесто должно получиться как кефир. Первоначально технологию подглядел у мамы. Собственными руками первый блин испек в 7 лет. Не всегда удачно, но уже с детства я сам себе их готовил, потому что я просто обожал блины. Просто обожал блины. Но мама не всегда была готова мне их готовить так часто. Поэтому приходилось готовить их самому. Сейчас этот трюк выходит легко и мастерски. Четыре года назад все было иначе. Кулинарные навыки, приобретенные в семье, максимально оточить пришлось в армии. Последние полгода служил в Сочи. Кормил росгвардейцев, работавших на чемпионате мира по футболу. Коронное блюдо – восточный плов. Блины тоже пек. Блины хвалили. Всем очень нравилось. Хотя, к сожалению, никто не понимал, какой это был труд. Потому что приезжали делегации из 60 человек. И на всех них нужно было приготовить как минимум по 4 блина. За 2 часа нужно было приготовить 240 блинов. Сегодня повар третьего разряда, корочки прилагаются, впервые готовит блины с припеком. В качестве припека – смесь из яиц, сыра и укропа. Но телезрителей призвал не ограничивать фантазию. Начинка может быть разной – от мясного фарша до фруктов. Ставим. Ждем, когда блин немножко прожарится. Бортики должны будут отойти. И из-за них пойти небольшой дымок. Тогда можно будет блин уже переворачивать. Прошу. Евгения Иванова, Эмма Шиповалова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Вкусно. Благовещенцам предлагают попрощаться со всеми своими невзгодами. Записки с описанием печали и проблем принимают в городском парке. Там рядом со сценой установили чучело масленицы. Принимать записки от населения в парке будут до 12 марта. Кластик нужно прямо в карманы платья куклы-масленицы. А 13 числа ее вместе с записками горожан по традиции сожгут. Массовых масленичных гуляний в этом году не планируют. В честь праздника в горпарке наградят победителей конкурса видеороликов «Самая-самая масленица» и конкурса на лучшую масленичную куклу. А в воскресенье на YouTube-канале городского Дома культуры покажут праздничную концертную программу. Эфир продолжит новый выпуск нашей постоянной рубрики «Телесправочник». Ответы на очередную порцию вопросов горожан сразу после прогноза погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, свои истории, фото, видео присылайте на наш WhatsApp. Самые интересные станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Можно ли поменять фамилию ребенку и чем заняться с собакой хаски? На эти и другие вопросы ответит «Телесправочник» в студии Алена Левкалова. Здравствуйте! Первой в редакцию обратилась Елена Чистякова. Благовещенко боится стать жертвой мошенников. Поэтому решила еще раз уточнить, кто имеет право проводить поверку индивидуальных приборов учета воды. Поверку индивидуальных приборов учета вправе осуществлять только аккредитованные юридические лица индивидуальных предпринимателей. Например, на территории города Благовещенска указанную поверку могут осуществлять ООО «Амурские коммунальные системы». Самостоятельно проверить пошла та или иная организация аккредитацию. Можно на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации. Следующий вопрос поступил от Марии Долговой. Благовещенко слышала, что в соцзащите продлили беззаявительный период на некоторые выплаты. Теперь хочет узнать точно, на какие. В конце декабря 2020 года правительство Амурской области было принято решение о продлении выплат еще на 2 месяца беззаявительно. То есть у нас пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего, и ежемесячная денежная выплата на ребенка до 3 лет. Для граждан, у которых в период с 1 января по 28 февраля наступает срок обновления сведений, эти виды выплат будут продлеваться автоматически на следующие полгода. В конце прошлого года на работе написал заявление о переходе на электронную трудовую книжку. Что изменится, правда, не совсем понял, поделился с нами благовещение с Максим Емельянов. И спросил, какую информацию туда будут вносить. Там содержится ровно та информация, которую передал страхователь за него за 2020 год, ну или страхователь, если он вдруг увольнялся. И плюс еще содержится информация о периодах работы, которые были представлены страхователем в сведениях индивидуального персонифицированного учета. Развелись с мужем, наш 12-летний сын живет со мной. Я хочу сменить его фамилию на свою, девичью. Можно ли это сделать без согласия его отца? Органы опеки и попечительства решают данный вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Мнение другого родителя не обязательно в следующих случаях. В случае невозможности установления местонахождения второго родителя, в случае признания его недееспособным, в случае лишения родителей родительских прав, а также в случае уклонения безуважительных причин от воспитания и содержания ребенка. Если же биологический отец против смены фамилии, то данные изменения возможно внести только в судебном порядке. На день рождения муж подарил мне собаку породы хаски. Очень хочу заниматься с ней в городской федерации ездового спорта. Расскажите, чему там могут научить? Последний на сегодня вопрос задала Вера Тарасова. Есть бесснежные и снежные, да, дисциплины снежные. Это нарта, либо это лыжи. Бесснежный бег, каникрос на велосипеде и еще карты есть. Легкие нарты 1-2 собаки, есть нарты 2-4 собаки и нарты 4-10 собак. Редактор субтитров А.Семкин